Глава 2. Это не шутка. Согласно статистическим данным США, ежегодно разводятся более миллиона супружеских пар. Примерно столько же расстаются без оформления развода. Есть еще одна группа. Супруги, проживающие под одной крышей, но фактически не составляющие единой семьи. Это психологически разведенные супруги. Миллионы детей, оставшиеся без присмотра и брошены на произвол судьбы – вот плоды таких браков. Каждый такой ребенок, лишившийся одного из родителей, и сам неизбежно становится потенциальным неудачником в браке. Нынешнее поколение детей разрушенных семей представляет из себя социальную бомбу, которая вот-вот готова взорваться. Когда умирает любовь и рвутся супружеские отношения, это приводит к крайне печальным результатам. Пожалуй, такой опыт человеческой жизни можно назвать самым горьким. Просто уму непостижимо, насколько люди могут меняться. В период ухаживания может показаться, что это самая лучшая в мире пара. И родственники, и друзья нарадоваться не могут на них, считая их просто идеальной, совершенной парой. Затем внезапно для постороннего глаза происходит какая-то таинственная перемена, которая меняет всю ситуацию коренным образом. Иногда супруг или супруга пребывают в полном недоумении, откуда что берется. Как будто змей притаился где-то среди цветов этого эдемского сада. Супруги начинают подкалывать друг друга, иронизировать, язвить. Разговоры становятся натянутыми, слова едкими и ироничными, а иногда просто злыми. Объятия и поцелуи теперь редкое явление. Один из супругов вдруг начинает поздно возвращаться домой. Годовщины и праздники забываются. Контакты с родственниками ослабевают или прекращаются вообще. Страсти кипят, ссоры не утихают. Быть вместе больше не доставляет удовольствия ни ему, ни ей. Они начинают избегать друг друга. В такой напряженной атмосфере любое неосторожное слово, срывающееся с уст, вызывает бурную реакцию противоположной стороны, и начинаются взаимные упреки и обвинения. К этому времени любовь превращается в жалкое ее подобие. В конце концов становится ясно, что брачный союз достиг состояния, из которого не может быть выхода, и тогда развод видится единственным решением проблемы, единственным способом разорвать этот союз, где царит взаимная неприязнь. Последствия бури бывают гораздо хуже самой бури. От всего этого выигрывают только адвокаты. Идет ли речь о разделе имущества, алиментах, опеке над детьми и других подобного рода делах, дело производства в суде обычно затягивается на многие годы. Конечно, бывают ситуации, когда развод действительно является единственным выходом из создавшегося положения. В Новом Завете такие случаи описываются. Почитайте, например, Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стихи, или в 1 Коринфянам, 7 глава, с 10 по 15 стихи. Но во многих случаях, да, именно во многих, есть гораздо лучший выход из создавшейся ситуации. Научиться жить с неуживчивым супругом и узнать, как сделать несчастный брак счастливым. Барбара Рассел Чессер в своей статье в журнале Дайджест пишет, что изучив 60 супружеских пар, ученые обнаружили, что в них годами накапливалось множество нерешенных проблем. Но это еще не все. Невеселые мысли приходят в голову и от того, что многие понимают, развод может принести еще больше проблем. Исследования показали, что второй брак распадается еще чаще, чем первый. В немногих браках нет проблем, связанных с плохим характером одного из супругов. Человек, существо несовершенное и иногда, хотя, быть может, не так часто, ищет любой повод, чтобы уколоть другого. Развод – это окончательный разрыв отношений, но он всегда начинается с маленькой трещинки. Когда такая трещинка появляется на музыкальном инструменте, его можно починить. Из-за этого вы не станете выбрасывать скрипку Страдивари, но отдадите ее реставратору, потому что такой инструмент бесценен. А ведь брак может быть еще большей драгоценностью. Есть такой маэстро, мастер-реставратор, который любит заделывать трещинки в музыкальных инструментах, исцелять их. Помощниками ему служат консультанты по вопросам брака, которые черпают свои знания из источника его мудрости. Первый шаг, который надо предпринять желающим получить исцеление, это поверить, что мастер-реставратор одновременно и желает и способен помочь в вашей ситуации. Наш Господь хочет что-то сделать для вас, потому что вы для Него бесконечно более ценны, чем любые музыкальные инструменты. Вероятно, прежде всего, нужно быть твердо уверенными в том, что Господь не собирается укорять нас, что мы сами попали в неприятности, которых и заслуживаем. Чувство вины за то, что каждый из нас лично сделал для разлада семьи подчас столь огромно и давит на нашу совесть так сильно, что нам трудно поверить в желание Бога сделать что-нибудь для нас. Дьявол умеет внушить на мысль, что мы заслуживаем ситуации, в которую попали. Давайте усвоим первый урок – доверие к Богу. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром понимаемой и развиваемой. Да, мы хотим поверить в радостную весть. Начните с веры в благодать и милосердие Бога, Его доброту и благость, Его прощение наших грехов и желание спасти нас от зла, который мы сами заслужили. Перестаньте обвинять себя, свою супругу или супруга, родственников жены или мужа, и примите это прощение. Ничего более целительного на свете вы не найдете. Мы можем получить сколь угодно мудрые и добрые советы, но они будут для нас бесполезным грузом, если мы загипнотизированы мыслью о том, что Бог упрекает и сурово порицает нас за наши прошлые ошибки. В Его слове есть радостные вести для тех, кто действительно ищет помощи. Субтитры создавал DimaTorzok